Терпеть и не сдаваться 2 минуты 10 секунд и 13 сотых. Личный рекорд Татьяны. И пока ее поздравляли в Буэнос-Айресе, в режиме онлайн за историческим спортивным событием следила ее семья. Татьяна Солчутан, клямзе гол. Очень сильно переживаем, очень сильно волнуемся, кричим отсюда, болеем за нее, кричим «Татьяна, терпи, Татьяна, держись, давай, греби». Почему-то не плыви, ничего, греби. Рели, она сразу как бы начала хорошо, а потом немножко подстала, подстала, где-то плыла в пятая или шестая. И, ну как, тоже, ой, ну давай, Танюша, золотко всегда я кричу, бабина. Ну, в общем, и этот, когда уже она выиграла, мы сами не верили, что она выиграла, ну как, плакали и кричали. Эта комната – хранилище наград Татьяны Солчутсан. Здесь вот с Европы, это, по-моему, 17-й год Израиль, да, это Хельсинки. Родные говорят, медали и кубки Тани уже даже не считают. Нам уже крестные, мама с папой, они уже приезжали и говорят, что нужно новый гвоздик забить, чтобы олимпийскую медаль повешать. Новая медаль на стене появится уже 20 октября. По возвращению Татьяны с Олимпийской Аргентины. Родные радуются, наконец-то вся семья соберется вместе. Татьяну тренировка два раза в день, это как минимум, то есть утром и вечером, когда она дома. А в последнее время, предолимпийский год, дома практически ее не видели. Она приезжала на пару дней и уезжала на сборы. Бассейн в столичной школе плавания. Путь к олимпийскому золоту чемпионка начала здесь. Для многих юных спортсменов Татьяна сейчас источник мотивации и вдохновения. Она вообще супер просто. Это была многолетняя работа, которая поэтапно складывалась, начиная с начальной подготовки и заканчивая сегодняшним результатом. Для Татьяны Салкутсан соревнования в Буэнос-Аресе уже закончились, но тренировки проходят в штатном режиме. Все как положено, два раза в день. Впереди у Татьяны новые цели и новые победы. А мы продолжим следить за ними. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова